Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Вы видите, у нас сейчас обстановочка офшорная. И мы действительно находимся в офшоре посредине Тихого океана. И это великолепная возможность поговорить про прогноз погоды. Потому что это то, что жизненно необходимо вам для того, чтобы яхтить безопасно. Ну что, вы давно просили, и вот это время настало. Погнали! Я вам очень кратко и в общих чертах расскажу про ветра, про течение на нашей с вами планете. Экватор у нас зона безветрия. А выше экватора и ниже работает сила Хориолиса, которая закручивает ветер по часовой стрелке. В северном полушарии и против в южном. Поэтому у нас получаются ветра, которые дуют в регулярном направлении, пассаты. Или они называются трейд-винс и дуют с востока на запад. А на высоких широтах разворачиваются и дуют в обратную, противоположную сторону. Ну и течения работают точно так же. В принципе, они работают вместе с ветрами. Вообще течение на этой планете достаточно хитрая история. И нужно хорошо понимать, как они проходят, потому что они очень могут сильно влиять на вашу скорость. Соответственно, нужно прокладывать маршрут с учетом течений. Теперь, какими ресурсами я пользуюсь? Вообще, для навигации, может быть, есть много различных книг. Но мы говорим сейчас о реально прикладных, которые вам нужны для планирования маршрута, для планирования везер-рутинга и прочее. То есть, у меня есть две книги Джимми Корнелла. Первая – это «Тысячу маршрутов вокруг земного шара». Она у меня на английском языке. Я считаю, что только на английском языке такую литературу надо брать. Есть какие-то переводы на русский кому надо. Это я просто встречал, я ее в глаза вживую не видел, но она есть. Там вы можете посмотреть себе везер-рутинг, куда спускаться, куда подниматься, до каких широт и точки, по которым идти, самым оптимальным образом на нашей планете. То есть, вы можете рассчитать полный маршрут вокруг земного шара по этой книге Джимми Корнелла. Но помимо этой книги я еще пользуюсь также Джимми Корнелла «Пайлот Чарт». То есть, это большие такие листы формата больше, чем А3. И на них по всей нашей планете по месяцам расписаны превалирующие течения, ветра и много другой информации, связанных с формированием ураганов и много чего полезного также. То есть, открываете месяц в тот, в который вы планируете идти. Если вы не знаете, открываете просто, допустим, Южный Тихий и начинаете листать, смотреть по месяцам, когда же будут оптимальные условия для вашего перехода. И в этом случае вы тогда начинаете уже планировать себе вот на этот месяц. Вам нужно пройти, не знаю, там, например, Суэцкий канал и дальше идти по Красному морю. Потому что в другие месяца вам будет мордотык, который не проходной или очень сложно проходной. Поэтому вот этими двумя книжками я пользуюсь. Книги дорогие, на Амазоне и прочих ресурсах не смотрите, потому что они могут стоить там от 500 до 1000 долларов за книгу. Можно просто напрямую зайти на Джимми Корнелла ресурс и там купить за совершенно вменяемые, адекватные деньги. То есть вот этой литературой бумажной я пользуюсь. И именно в таком виде мне удобно. Ну что, теперь давайте поговорим о софте, которым я пользуюсь для чтения прогноза погоды. На самом деле софта достаточно много. Вы можете выбрать тот, который нравится вам. Для офшора нужно пользоваться любым софтом, который умеет читать грипп файлы в различных системах. Будет это платная подписка, это или бесплатная. Здесь вы решаете сами, в зависимости от количества данных, которые вы хотите получать за единицу времени. Если вам нужно там очень четкое разрешение или там получать новый прогноз погоды каждый час, скорее всего это будет платная подписка. Но если вы хотите получать общие данные по погоде, то бесплатного софта тоже вам будет более чем достаточно. Значит смотрите, для чтения погоды для офшора я пользуюсь Predict Wind. Но имейте в виду, что у этого Predict Wind есть две софтины. Одна онлайн, вторая для выкачивания файлов. Именно для выкачивания грипп файлов в различных системах. Поэтому вам нужен офшор. Для иншора я пользуюсь Wind.T. Есть программа, просто обычная оплекуха, можно пользоваться онлайн. Если вы находитесь где-то в прибрежных акваториях, пользуйтесь лучше ею, потому что грипп файлы не учитывают каких-то местных особенностей. А у того же Wind вы можете смотреть прямо в онлайн, как ходят облака и вообще что будет происходить. То есть постарайтесь для каботажного яхтинга все-таки пользоваться программами, которые постоянно имеют доступ к интернету. Тогда вы сможете получать достаточно точные данные. Когда вы открываете грипп файл, вы должны сформировать для себя те данные, которые вы хотите от этого файла получить. Но прежде всего давайте остановимся на моделях, на моделях прогнозов погоды. И я вам расскажу, что это такое. Итак, по аббревиатурам. Итак, что такое грипп файл? Это General Regulatory Distributed Information in Binary Form. Грипп файл. То есть это аббревиатура, которая говорит о том, что есть какой-то набор цифровых данных, которые распространяются в цифровом формате. А уже все программы типа PredictWindow берут эти данные и делают вам визуально картинку, удобную для восприятия. Ну что, теперь давайте пойдем по системам. GFS – это Global Forecast System. Есть статистика уже больше, чем за 100 лет. И есть какие-то вводные. Например, метеобуи. Если метеобуй, который расположен там в океане, фиксирует волну, скажем, 3 метра, ветер там такой-то, через там 50 или 100 морских миль буй там фиксирует какие-то другие данные, большой компьютер анализирует, смотрит, что если эти данные в какой-то период, там в мае месяце этого года соответствовали вот этим параметрам, значит, скорее всего, погода будет развиваться там каким-то определенным образом. И это такой большой суперкомпьютер, который считает возможность того, как будет развиваться погода. То есть, это не какой-то суперточный метод. Этот метод берет данные, которые уже накопились, и, исходя из каких-то вводных, делает вам возможный прогноз погоды. Вот так вот работают все эти системы. Следующий формат – это PVG. То есть, это немножечко другой способ формирования прогноза погоды. За основу берутся изменения в атмосфере нашей планеты. То есть, спутники летают, и они видят, здесь там идет циклон, здесь антициклон, здесь температура такая, здесь другая. То есть, они берут другие источники для формирования прогноза погоды. В многих системах данные могут в итоге получиться одинаковые, а могут и разные, потому что они считают слишком разными способами. Так, следующая система ECMVF – это European Center Medium Range Weather Forecast. То есть, этот центр находится в Европе, и они берут какие-то свои данные для того, чтобы делать weather forecast, основываясь на каких-то других своих расчетах. Систем на самом деле много, и они по-разному работают, но в результате они делают одно и то же, формируют прогноз погоды с какой-то долей вероятности. Я пользуюсь GFS, ECMVF и PVG. То есть, эти три прогноза погоды я выкачиваю, но если вы будете пользоваться бесплатным софтом, то, скорее всего, у вас будет только GFS-система. Но попробуйте, может быть, какая-то есть софтина, которая выкачивает несколько разных. По-моему, даже Predict Wind может качать несколько разных. Посмотрите, в вашем регионе какая будет работать лучше. И уже основываясь на этом, принимайте какие-то решения. Может быть, вам просто нужна одна, там, ECMVF, или просто GFS вам более чем достаточно. Просто попробуйте соотнести текущую ситуацию с тем, что показывает на текущий момент прогноз погоды. При чтении гриб-файлов прогноза погоды нужно очень четко соотносить текущие условия, в которых вы находитесь, с условиями, которые показывает вам программа. То есть, грубо говоря, вы открываете программу, смотрите, что вас ждет, там, не знаю, 30 ветра, и потом открываете эту же программу на текущий момент и смотрите, что у вас 30 ветра уже есть, а у вас там абсолютный штиль. То есть, в этом случае прогноз погоды работает некорректно, вам нужно скачать другую модель погодную. И самое важное, вначале сделать такую юстировку, чтобы ваша текущая погода соответствовала с тем, что показывает гриб-файл в оплекухе прогноза погоды. Как только это совпало, вы можете дальше смотреть, что будет впереди. Но, опять же, нужно смотреть немножечко в прогрессии, потому что, если вы видите, что какой-то, допустим, циклон заходит, и у вас показывает, что будет ветер, а потом на следующий день не будет, но вы увидите, что циклон заходит, то, скорее всего, он будет и дальше. То есть, вам нужно не просто верить файлу, а смотреть на то, что он говорит в прогрессии и делать на это коррекцию. Итак, какие данные нужно смотреть в прогнозе погоды? Вы скажете, силу ветра. Сила ветра – это не основной параметр, который вам нужно видеть. Помимо силы ветра, вам нужен угол ветра и гасты. То есть, я, когда открываю ветер, я его открываю не на вкладке «Винт», а на вкладке «Гаст». Потому что, если у вас 15 ветра, но при этом 30 гаст, то у вас будут периодически порывы до 30-ки, а это уже, согласитесь, совсем другой яхтинг. Поэтому старайтесь смотреть два параметра – это «Винт» и «Гаст». Но больше акцент делать на «Гасте», если есть возможность того, что «Гасты» будут достаточно сильные. Далее, очень важно – это «Клауд Кавередж». То есть, насколько большие тучи на небе. Потому что, если это тучи такие, как «Кумулу Нимбус», будет просто написано, допустим, 60% «Клауд Кавередж». И будут идти вот эти «Кумулу Нимбусы» огромные, под которые задувает холодный воздух сверху. Под них дует очень сильно. Вы будете смотреть, у вас прогноз погоды показывает 15, а у вас будет 30-ку дуть всегда, потому что «Клауд Кавередж». Нужно смотреть, как же идут эти облака, потому что под какими-то облаками будет дуть, под какими-то дуть вообще не будет. И это будет очень сильно влиять на, собственно, прогноз погоды. Поэтому «Клауд Кавередж» – это один из параметров, которые необходимо учитывать наряду с «Винтспид». Так, далее, мы смотрим «Кейп». «Кейп» – это возможность формирования гроз и насколько сильные грозы будут. Итак, если у вас просто ветер и небо чистенькое, но при этом у вас высокий «Кейп», дуть будет в любом случае всегда, потому что будут грозы, будут идти тучи и под тучей, или перед ними, или после них, в любом случае будет раздавать. Все эти факторы влияют очень сильно. И если вы видите, что у вас там какой-то «Винт», и при этом у вас и «Клауд», и «Кейп», и все, это значит, что «Винт» не будет показывать вообще ничего. И вы будете удивляться, почему же прогноз погоды настолько не соответствует реальности. Он соответствует, просто некоторые параметры вы не досмотрели. Еще можно косвенно смотреть по параметру «Волны». То есть волны – это такой параметр, который обычно на него все забивают, но он может дать много интересной информации. Например, у вас идет волна, допустим, 2 метра с периодом 10 секунд. Это значит, что достаточно комфортная акватория для яхтинга. А потом в какой-то момент вы смотрите, и у вас уже 6 секунд. 6 секунд и 2 метра волны – это будет достаточно раф, потому что лодку будет бросать достаточно сильно. И если вы видите, что у вас идет учащение волн, это значит, что разгоняться они будут ветром. И если каких-то параметров на это указывающих нет, но вы видите, что частота волн уменьшается, значит, ветер в любом случае будет подниматься. То есть просто смотрите на прогноз погоды комплексно. и если вы будете видеть, что, допустим, в какой-то момент температура воздуха в данной точке будет падать, это скорее всего какой-то холодный воздух будет спускаться вниз и значит будет дуть. Ну и вы знаете, что давление – это также очень важно, потому что если давление резко упало, значит будет дуть в этом моменте сильно. Если давление высокое, это значит солнышко, если давление низкое, это значит тучи и вот такое вот, чем больше разница в давлении между зоной высокого давления и низкого, и чем ближе они находятся, тем быстрее воздух будет перетекать из полного сосуда в пустой. Чем больше разница в давлении за единицу времени, если давление упало, значит будет ветер. Поэтому на давление тоже смотрите очень внимательно. За три часа изменения давления на четыре единицы, это значит вы уже попали под раздачу. Будьте готовы к усилению ветра значительным. Как мы получаем прогноз погоды во время яхтинга? В данном случае у нас есть интернет Starlink, и через него мы выкачиваем весь прогноз погоды каждый раз, когда мы открываем программу для чтения прогноза погоды. Но раньше мы пользовались следующими способами. Когда я яхтил ближе к Европе, у меня работал интернет от Turai. И через него, у них есть аналог такой GPRS, 256К у них, по-моему, скорость была. И через этот телефон по Bluetooth просто подсоединяется свой планшет, как угодно. Там такой донгл, который раздает Wi-Fi. И вы к нему подключаетесь, и уже скачиваете прогноз погоды непосредственно через спутниковый интернет. Если вы пользуетесь, допустим, Иридиумом или Иммарсатом, вам нужно купить такую штуку, как оптимайзер, потом софт X-Gate, и через него выкачивать прогноз погоды. То есть стоимость этого X-Gate порядка 15 долларов, стоимость оптимайзера 200 долларов. Сама труба, там, еще долларов 800, обонплата, я не знаю, какая сейчас, наверное, долларов 100. То есть это достаточно большой и дорогой пакет, который позволяет вам очень медленно скачивать со скоростью, там, 2400 ваш прогноз погоды. Ну, в принципе, этого достаточно, потому что вы не так много ходите в офшоре, чтобы сильно переживать по поводу бюджета. Даже если у вас переход удорожается, скажем, на 200 долларов, ну, по большому счету, на месячном переходе никак это не скажется, потому что это будет достаточно небольшая сумма, которая будет потрачена на переход. Дальше мы переходим к системам, таким как Iridium Go. То есть это, наверное, самая оптимальная система. То есть вы подключаете к нему свой телефон и там прямо выбираете Iridium Go в Predict Wind и выкачиваете ваш прогноз погоды напрямую. Если у вас Iridium Go Exeg, это новая система, 2 500 долларов стоит, с достаточно дорогой обонплатой. Я не знаю, куда это все идет. Я вам это сейчас просто рассказываю и понимаю, что это какой-то бред полуумного, кто за это готов платить деньги. Не знаю. Но, тем не менее, такая система тоже есть. Работает 100 килобит. Скорость она выдает. То есть даже WhatsApp от нее работает. И вы также можете скачивать прогноз погоды. Про какие-то большие стационарные системы, такие как там Fleet Broadband от Edmarsat, который у меня раньше стоял, который я, кстати, спилил, мы даже рассматривать не будем, потому что это уже настолько все морально устарело, что нет смысла в это даже вникать. То есть просто это больше не существует на этой планете. И туда инвестировать деньги точно никто больше не планирует. Какие еще бывают бюджетные варианты? Например, если у вас трекер, такой как вот у нас Yellow Brick, на который вы можете получать текстовые сообщения. Вы можете просить кого-то, кто с земли будет отправлять вам сообщение, анализировать прогноз погоды и на переход в текстовом виде вам отправлять, что вас ждет. Это, мне кажется, самый оптимальный вариант с точки зрения траты денег и понимания того, что вас ожидает впереди. Есть еще Garmin Enrich. У него даже есть встроенная возможность получения прогноза погоды, но тут надо смотреть по стоимости по обонплате, по тарифным пакетам. То есть здесь уже домашняя работа. Мы пользуемся Yellow Brick, но это уже так исторически сложилось, мы переходить ни на что не будем. То есть, несмотря на то, что мы пользуемся Starlink, у нас есть вторая система. В случае, если по какой-то причине Starlink ляжет, у нас есть такой дубовый трекер, на который мы можем смс-ками получать и отправлять сообщения и получать прогноз погоды. То есть я против того, чтобы пользоваться всего одной системой, тем более такой, как Starlink, которая еще не на 100% откатана и всякое может случиться. Про совпадение и несовпадение прогноза погоды. Когда вы смотрите на прогноз погоды, не забывайте, что это ТВС True Wind Speed и ТВА True Wind Angle. То есть истинная сила ветра, которая дует, собственно, по прогнозу погоды, то есть тот дует по планете. Когда вы начинаете идти на лодке 90 градусов, у вас ветер плюс-минус один к одному. Когда вы поворачиваете Upwind, у вас EVA уменьшается, то есть угол уменьшается, а EVS, сила ветра, увеличивается. И наоборот, когда вы идете в Downwind, у вас сила ветра уменьшается. Поэтому если у вас, допустим, дует пятнашка, а вы идете Upwind 22, то вы такие, ой, не соответствует. Вы забыли просто про этот параметр и про эту особенность, что Apparent Wind это ветер, который действует на лодку и учитывает векторы движения. А если вы идете Downwind, соответственно, ваша пятнашка становится там восьмеркой, и у вас лодка вообще никуда не едет. Поэтому не забывайте о том, что Apparent Wind это не Тру. И в прогнозе Тру, а на лодку действует Apparent. Поэтому несоответствие прогноза погоды может быть еще связано с этими параметрами. Просто держите это в голове и учитывайте этот параметр. А тот, кто не понял, о чем шла речь, записываемся в онлайн-школа капитана Германа, и там будут ответы на все эти вопросы. Очень хороший курс. Ссылочка будет в описании. И сейчас она на видео также появилась. Поэтому, друзья, у кого есть пробелы в знаниях, пожалуйста, добро пожаловать. А сейчас давайте на реальном примере посмотрим, как работает прогноз погоды. Мы сейчас с вами в Тихом океане. Выкачаем грипп-файл и соотнесем его с реальностью. И посмотрим, что нас будет ждать в ближайшее время. И, например, завтра сверимся с нашим прогнозом, который был сегодня. Давайте смотреть, как пользоваться Predict Wind. Итак, открываем нашу вкладочку с параметрами. Что здесь есть? Первое – это погодные модели. Выбираем ту погодную модель, по которой мы хотим посмотреть полученный прогноз погоды. Для того, чтобы посмотреть погоду на карте, мы просто ставим точечку в том месте, который нам нужен и смотрим параметры в зависимости от того, какие мы выбираем в меню. Например, ветер или гаст, или кейп, или клауд кавередж. Далее вкладочка Rain – осадки. Смотрим, какое количество осадок у нас будет. В данном случае не будет. Следующий параметр – clouds. Это количество облаков или туч на небе. У нас этот параметр – ноль. Ну и кейп – это возможность формирования грозы. Его в нашем случае также нет. Вам нужно выбрать зону покрытия. То есть ту акваторию, по которой вы хотите получить прогноз погоды. Нажимаем слева в меню Grip и тянем за уголок, выбирая, собственно, зону нашего покрытия. Теперь выбираем нам нужные параметры и разрешения. Например, такие как погодные модели. Например, нам нужен ветер, но не нужен кейп и так далее. Нажимаем Download и выбираем, через что мы тянем. В данном случае мы тянем через Web. А если вы делаете это через спутник, то выбираете, собственно, ваш спутник. Вот файлы начинают стаскиваться. И как это произойдет, появятся зеленые галочки в статусе. Итак, смотрим на параметры. Например, ветер и газ ты по всем четырем моделям. Первая E7VF не совпадает, потому что сильно завышает. Он нам не подходит. Следующая модель PVI, она соответствует реальности. Следующая GFS соответствует реальности. И самая последняя PVG реальности не соответствует. Выбирая из этих двух моделей, по практике здесь, в данном регионе, работает лучше GFS. Если вы не знаете, сверяйте две-несколько дней. И в итоге придете к той, которая вам будет показывать лучше прогноз погоды. Ну что, соотносим с теми данными, которые у нас есть не по прогнозу, а фактически. Итак, по барометру у нас 10-11 ЭВС, 16-17 узлов, при том, что у нас угол ветра 135. Теперь идем и смотрим клауд каверейдж и период волн. Волны определить немножечко проблематично. То есть, ну вот, сейчас идет раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот, где-то 6-7 секунд идет период волны. Клауд каверейдж. То есть, у нас сейчас вечер, естественно, облачка появляется. Но, в принципе, их такое количество, что можно сказать, что их практически нету, потому что небо у нас чистое. Кстати говоря, обычно на ночь появляются облачка, и потом с утра они рассасываются. Но мы смотрим на текущий момент прогноз погоды. А теперь ждем завтра 12 часов и сверим с тем, что у нас в прогнозе было сегодня. А сейчас у нас просто красивый закат. Итак, волны по прогнозу погоды у нас 2,1 метра с периодом 6 секунд. Смотрим на нашу текущую ситуацию. Плюс-минус около двух метров волны 6-7 секунд период. Совпадает. Клауд каверейдж мы смотрим, видим, что тучек практически нету. Небольшая погрешность тоже есть, но этот параметр совпадает. Давление по прогнозу 10-12, в реальности 10-13. Погрешность небольшая, совпадает. Ну и ветер ЭВС-17 при угле 130 градусов. Это где-то приблизительно около 20 узлов ветра ТВС. Ну что, как мы видим, в данном случае прогноз погоды полностью соответствует реальности. И вот так это и должно быть, когда вы смотрите прогноз погоды и ожидаете от него каких-то параметров на следующий день или еще через несколько дней. Кстати, прогноз работает на два дня нормально, на третий день чуть-чуть похуже. Дальше уже не точно, очень вариативно может сильно меняться. А вот вам пример несоответствия погоды и прогноза. Ну, смотрите, сейчас у нас солнышко светит. Клауд каверич вы можете посмотреть самостоятельно. Ну, то есть процентов совсем немного. Идемте посмотрим на ветер. То есть ветер у нас 5,2, это аппарент. Это при скорости 5,6, очень слабый ветер, потому что мы посмотрим на угол к ветру. 112. Это значит, что у нас меньше 10 узлов true wing согласно прогнозу погоды. К сожалению, так тоже бывает. Хотя мы стараемся делать так, чтобы прогноз погоды соответствовал. Или хотя бы мы находили причины, почему он не соответствует. Например, из-под тучи может дуть или там тучи могут формировать какие-то погодные явления, которые могут убирать полностью ветер или наоборот его добавлять. Но, к сожалению, в данном случае ничего, никаких факторов внешних нет. Просто модель посчитанной неправильно. Вы можете спросить, что делать, если прогноз погоды не совпадает. Ну, есть несколько вариантов. Первое. Перебирайте и смотрите на параметры. Возможно, вы какой-то параметр не учли. Если вы абсолютно уверены, как в нашем случае, что все параметры были учтены верно, возможно, не подходит сама модель. Перебирайте модели. Если с моделями опять-таки все соответствует, ну, значит, прогноз погоды просто не совпадает. Живите с этим. К сожалению, других вариантов нет. Ну что, давайте теперь посмотрим на weather routing. Возьмем какой-нибудь маршрут и попробуем сделать маршрутиризацию с точки А в точку Б. Посмотрим, какие месяцы для этого подходят. И сделаем максимально удобный маршрут, чтобы пройти его с минимальным количеством проблем. Мы выходим из Панамы и идем на Маркезы через Галапагосы. Давайте открываем Атлас и смотрим, что для нас оптимальный вариант – это март-апрель по ветрам. Мы можем выйти из Панамы, дойти до Галапагосы. Но дальше, если мы смотрим сезонные ветра, они круглый год не меняются и течение круглый год не меняется. Поэтому, если мы планируем маршрут от Галапагос на Маркезы, мы можем идти в любой месяц года, потому что эта территория находится вне пояса ураганов. Поэтому у нас критический момент только между Панамой и Галапагосами. Поэтому мы выбираем самый оптимальный месяц – это март-апрель. И вот где-то в этот период я бы выходил, если мне нужно было бы идти на Маркезы в оптимальных условиях. Вот так, друзья, работает weather routing. Йоу, ну что, выпуск был полезный, я надеюсь, для вас. Теперь вы более осознаны в том, что происходит на воде, на большой воде, в прибрежных водах. В общем, много впереди, еще будет всего интересного. Друзья, не забываем подписываться на канал, ставим лайки. Видите, в каких условиях приходится мне вас об этом просить. Колокольчик, мамочки! Так, лайк обязательно, коммент пишем. Все, до новой встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok